Привет! За время игры на диване у нашей базы возникла одна небольшая проблема. Она сосёт. Начнём с того, что у нас всего пару комнат, так что что-то новое у нас тупо не помещается. Эти комнаты забиты модами, которыми мы не пользуемся уже больше года, и даже с учётом этого тут всего 20 фпс? Сука, надо базу было по-нормальному проектировать. Мы зашли в гору, выкупали комнату, какой проект базы? И мы вообще не понимаем, почему так лакает, так как все сложные штуки у нас тупо находятся в ойде. Тут, например, эта страшная штука, которую построил Ваня, моя система из бутмэджика, а в смысле, чем система зелени нравится? И даже с учётом этого, тут фпса больше. Просто это место проклято. На самом деле, я бы тоже уже нахуй всё это снес и новую базу построил. Го. Так что мы решили переехать. Это было худшее решение, которое нам могло прийти в голову, так как этот переезд занял полгода. Для начала нам нужен был какой-то план. Так что как-то раз мы собрались с Денисом в дискорде и начали адаптировать базы с ГТНХ. Тут мне очень понравилось, как выглядят этажи в разрезе, а Денису внезапно понравились лестницы. Зачем нам нужны лестницы, из-за у каждого есть житпак, и каждый может сделать вот так? Лестницы. Денис в следующие 40 минут попытался нарисовать план нашей новой базы. Короче, что можно подвести под итог, нам нужна база с этажами и лестницами. Так что погнали искать какое-нибудь красивое место. Мы втроём зашли на сервер и разлетелись в разные стороны. Если честно, я не знал, что искать, поэтому я просто летал по карте, пытаясь найти что-то прикольное. А вообще, лететь в три разные стороны на таких быстрых джитпаках, возможно, не лучшая идея, это когда сильно нагружает сервер и... Он сдох. А если у вас тоже такое случается, то могу вам посоветовать про Тезиан Хост. Тут, например, за 600 рублей можно купить хостинг с 8 гигами оперативы, которого спокойно хватит, чтобы поиграть в тот же самый диван с друзьями. Ещё из прикольных фишек тут не нужно платить всю сумму сразу, а, например, взять хостинг всего на пару дней. А ещё по ссылке в описании вы получаете скидку в 10%, что значит тот же самый хост вы возьмёте всего за 540 рублей. Реклама всё. Перезайдя на сервер и пролетев ещё тысячу блоков... Даст, 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 даст. Вот у меня, кстати, таких вот координатов, блядь, штук 10. Есть какая-то координата попа. Я не знаю, что такое за координата попа. Мы нашли такую вот красивую большую полянку. Тут очень много свободного места, и оно ещё и более-менее ровное. Так что мы решили остановиться тут, так как вряд ли Ванин Комп ещё выдержит такие полёты. Поляна вроде норм. С помощью блоков мы начали выстраивать хоть какой-то макет базы, и через какое-то время это стало похоже на большой квадратный пиндель. И почему-то мы решили, что это выглядит хорошо. Так что следующим этапом мы решили это выкопать в земле. Копать мы, естественно, не будем вручную. Для этого у нас тут есть блок под названием Билдер. Вообще это очень умный блок, который даже постройки из креатива может переносить, но мы им обычно ямы копаем. Смотри, он блоки воды ломает даже. Когда Билдер закончил копать, мы поняли то, что это место не лучшее, так как половина места в стенах почему-то занимает песок. И когда на следующем этапе постройки мы начали копать этажи в стенах, этот песок начал осыпаться нам на голову. Не, ну конечно, идеальное место для базы мы выбрали. Я выкопал три этажа с помощью Билдера, а Денис тем временем построил лестницу. И в принципе всё, что мы хотели от базы, а именно это этажи и лестницы у нас уже есть. Остаётся её только задекорить, и я думаю, это не займёт ведь много времени. Ведь так, да? Нет. С этого момента начался полный пиздец. Как я помню, на тот момент у Дениса и Вани не было особо времени поиграть в диван, так что всю следующую постройку базы я взял на себя. Ваня мне подрубал сервер на своём компе, я подрубил стрим на ютубе и начал строить эту базу. Я строил. 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 И через 20 часов реального времени я её всё-таки достроил. После этого мы снова не заходили на диван месяца, когда всё-таки зашли и посмотрели на то, что у нас получилось. Мы поняли то, что эта база полное говно. Не, ну просто посмотрите на неё. Кто вообще выбрал эти блоки? Она выглядит, как этот уродливый кулер от Ноктуа. Она в форме гроба. Она даже не по чанкам. Тут нет места под какие-то вообще мультиблоки. А, ну и лестница. Лестница, которая идёт всего на один этаж. И на это я потратил 20 часов реального времени. Я шут, тупой. И вот на этом моменте диван мог и закончиться. Не, я сейчас не шучу, так как после этой записи мы не заходили на диван 3 месяца. И вот тут я вам всё-таки должен объяснить, почему это заняло так много времени. Дело в том, что у Дениса и Вани в последнее время появилась такая штука под названием Реальная жизнь. И в диван мы собираемся крайне редко. Это примерно раз или в 2 месяца. И когда мы всё-таки собираемся, это выглядит примерно вот так. Ты чего слышишь на Ване? Включи один час, прерывающийся на что-нибудь. Ну всё, подождём 10 минут на следующий... Есть один час, рандом мим саунд эффект, я вот это открою у себя. Монтировать такие записи полный пиздец, так как на один видик уходит примерно 30 часов футажа, где 99% мы занимаемся какой-то непонятной хернёй. Не, ну вот, например, пока мы искали место для базы, мы просто по приколу включили соло Гудмана на скорости 0.25 и слушали это полтора часа. Ладно, мне хватило 10 минут соло Гудмана. Блять, сразу так тихо стало. Да, включи обратно, я привык уже. Смотрите, я могу сделать вот так. Блять. Так, и о чём это я? А да, у Дениса и Вани опять случилась штука под названием «Реальная жизнь». Ваня вроде по приколу ехал в Турцию. И когда мы зашли на диван через 3 месяца, мы поняли то, что на этой базе мы жить точно не хотим. И да, мы решили построить ещё одну. Прямо рядом с этой же. И вот тут я вам как бы должен показывать футажи, как мы строим новую базу. Вот только у меня вздох жёсткий диск. И я не могу восстановить с него данные, так как подключение к нему выглядит вот так. Короче, да, мне пришлось в третий раз построить базу, но в этот раз в креативе. Мне кажется, в этом видео вообще всё проклято. Самое главное, что мы решили сделать на новой базе, это не выёбываться. Так что больше никаких лестниц. Мы просто решили выкопать яму до подруга и сделать там этажи в стенах. Для этого я снова поставил билдер и начал им очень долго копать. И блин, с каким же он всё-таки кайфовым звуком копает? Мы где-то 3 часа футажа, где я просто стою и смотрю, как копает билдер. Базу Эппо Приколу решил сделать синий. Почему? Но есть на это одна причина. Особенно мне нравится, как у нас выглядят стены. Но это ж тупо ночное небо. А если добавить светильники из Аплайта, то это реально звёзды на ночном небе. Очень прикольно. И так как у нас геймерская база, нам нужно немножечко RGB. Так что потолок я решил сделать из блоков Афроры. Это тот самый замок из Твойлайта. И вот так вот в общем выглядит наша база. Да, мне было немножечко лень достраивать это всё в креативе. Я зашёл на сервак, и вот так вот по итогу выглядит база. Тут у нас 3 этажа, 2 одинаковых, а третий немного поглубже. И я надеюсь, что вам нравится, как это всё выглядит, потому что переезжать мы после этого точно не будем. Что ж, базу мы достроили, и что вы думаете, самое сложное позади? Так вот нет. Так как после этого начинается переезд. И знаете, когда твоя база состоит из пары сундуков и тынкарпычей, переехать вообще не сложно. Но на нашей базе есть автокрафты, прикрафты, Ботания, Блуд Мэджик, Моба Фермы, и всё это нам нужно перенести на новую базу. Да, это заняло ещё примерно месяц. Ваня начал переносить Void Mir, так как я не понимаю, как работают эти штуки, а я тем временем решил заняться автокрафтами. И если честно, я охренел, насколько их тут было много. Для этого я взял крейт из Action Editions, в котором 3 интерфейса с таким вот количеством слотов. Я забил первый такой, второй, и даже третий наполовину. Для хранения всего этого я сделал 4 таких вот столба по 32 крафтера в каждом. И следующий минут 40, наверное, я только занимался тем, то что раскладывал по ним автокрафты. Кстати, а откуда у нас столько каналов? Ну, Ваня тут по приколу решил сделать такой вот маленький контроллер на 6000 каналов. И как он работает, можете посмотреть по ссылке сверху, я для этого целый гайд записал. Дальше я решил заняться нашими ресурсами. Они у нас хранятся вот в таких вот ячейках, и их, конечно, оказалось намного меньше, чем автокрафтов. Всего лишь один интерфейс большого крейта. И знаете, как-то тут очень много каких-то мусорных ячеек по 64 тысячи, поэтому мы их просто решили заменить на большие красивые ячейки по 256 тысяч. Для них мы сделали вот такое вот количество хранилищ, но все дискеты заняли в нем только малую часть. Пока я занимался всей этой переноской, Ваня построил вот это. А чё их так много? А почему их не может быть много? Спойлер, даже через год после этой записи мы не забили даже половину этих лойс-мелтеров. Что ж, осталось немного, а именно это перенести 5000 миллионов дроверсов со старой базы и построить новый влайт-мир. Ну да, совсем немного. Я построил такую вот платформу в виде плюсика, которую можно расширять в 4 стороны, и следующие 5 часов я занимался только тем, то что переносил всякие штуки из бут-мэджика. Это было очень душно. А Ваня тем временем подумал, чё-то как-то три чанка лойс-мелтеров не сильно нагружают нашу базу, поэтому он решил свою огромную стену прикрафтов построить в тех же чанках. И фпс после этого момента у нас на базе снова стал 20. А вы ведь помните, ради чего мы вообще решили переехать? Ну да, как раз таки из-за этого. Так что поздравляю вас, мужики, все следующие видосы по дивану будут в 30 фпс. Спасибо всем мужикам, которые поддерживают на бусте. Если хотите попасть сюда, дайте денег. На этом всё, всем пока. Звезда падает, загадайте желание. Хочу, чтобы эта сборка закончилась. Хочу, хи-хи-хи-ха. Хи-хи-хи-ха.